Сломать невозможно. Эта арматура состоит из стеклопластика. В России эта продукция считается новаторской. При том, что в Европе более половины всей применяемой в промышленности арматуры состоит из стекловолокна. Петрозаводское предприятие по выпуску такой арматуры единственное на всем северо-западе. При более прочной, чем стальная арматура, характеристикам, она стоит в два раза дешевле при соответствующих диаметрах. На форуме представлено современное оборудование для уличного, промышленного и офисного освещения. Современный свет – это то, чего не хватает сегодня городским улицам. Уровень освещения недостаточно. Уличное освещение в Петрозаводске для нас – это определенный вызов и определенная пуля для деятельности, потому как мы планируем предложить решение по улучшению освещения. Мы можем предложить управляемые светильники, которые обладают повышенной энергоэффективностью, порядка 150 люминоват. То есть это практически в полтора раза выше, чем то, что используется сейчас. Системы сбора данных ЖКХ упрощают расчеты за коммуналку. Счетчик импульсов сам снимает точные показатели использованных ресурсов и автоматически отправляет данные энергосбытовой компании. Данные отправляются в энергосбытовую компанию, заключается контракт специальный, а энергосбытовая компания по данным счетчикам списывает по тарифу. Новые технологии должны упрощать жизнь людей. Однако жители Оланца, чьи дома перевели на природный газ, оказались в беде. Они получили большие счета и неконтролируемую жару в квартирах. Случился скандал. На форуме заявили, что ситуацию сегодня пробуют исправить. Мы в этом году пошли навстречу по просьбе администрации республики и снизили график подаваемой температуры. Проектный график в этих домах был 95, прямая подача и 75 обратная. Сейчас у нас будет график 76,55. То есть мы снизили нагрузку на наших потребителей. Новаторские изобретения хорошо смотрятся на стендах выставки. Однако, чтобы увидеть новинки и достижения в деле, нужно успешно запустить масштабные инвест-проекты. В условиях сложного экономического периода это не так просто сделать. Возможно, поэтому аббревиатура ЖКХ и слово инновации, а сегодня так плохо сочетаются.